Без ям. В Крыму стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались по направлению «Танковая оборонная» в Бахчестраевском районе. Что уже успели сделать и когда главная мечта водителей исполнится? Подробности в нашем следующем материале. Сейчас строители работают в районе Мангупа, а дорожники снимают верхний слой полотна. Уже срезано больше 40 тысяч квадратных метров асфальтобетона. За фрезой сразу же укладывают новое полотно. Асфальт привозят из Севастополя. Несмотря на то, что практически весь процесс автоматизирован, Владислав Цветов, водитель укладчика, жестами общается с водителем машины, которая подает материал. Так уходит меньше времени на регулировку движения техники. Очень важно, чтобы машина не отъехала, то есть не высыпался асфальт впереди укладчика. Это очень важно. Ну и чтобы он не пересыпал много, больше, чем нужно. Ничего не должно попадать под гусеницу асфальтового укладчика. Ни камушка, ни какого бугорочка не должно быть. То есть, если машина отъедет, асфальт высыпется, его придется убрать и погрузить обратно в машину. А для водителя катка главное выровнять продольный шов. Гладкая поверхность – признак качественной работы. Если между полосами движения останется расстояние или бугор, вскоре на дороге снова появятся ямы, рассказывают дорожники. Намного приятнее ехать, хоть и на «Жигулях». Славу, что делают дороги в городе и вокруг. Вот я прям рада. Было очень плохое качество. А сейчас нормально, хорошо. Отремонтировать к сроку важно, ведь в следующем году здесь будут проезжать еще больше машин. Ялтинское кольцо в рамках строительства трассы «Таврида» планируют закрыть на реконструкцию. Дорога «Бахчисарай-танковая-оборонная» может стать транзитной. Меньше чем за месяц уложили 7 километров первого нижнего слоя асфальта. Вся протяженность участка – 11 километров. Дорогу «Танковая-оборонная» планируют завершить к концу этого года. В Крыму в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтируют 8 объектов протяженностью 83 километра. Это Саки-Орловка-Равнополие, Симферополь-Феодосия-Синекаменка, Лекарственная-Демьяновка, Танковая-Оборонная, Саки-Орловка, Черноморская-Оленевка, Симферополь-Ивановка и Симферополь-Ипатория-Крайне. На эти цели выделено больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Безопасные и качественные дороги – приоритетный национальный проект в России. В планах до 2025 года довести до нормативного состояния 85% республиканских и межмуниципальных автомобильных дорог по всей стране. Анна Нечуговская, Алексей Романов, Новости 24, Вахчисарайский район.